Чем ближе Новый год, тем больше мандаринов. Наш телеканал продолжает акцию «Мандариновое настроение». Кому еще подарили ящик с фруктами, узнаете далее. Новый год без мандаринов не праздник. Мы продолжаем дарить вот такой ящик с новогодними фруктами героям наших сюжетов. Сегодня отделение трансплантологии Краевой клинической больницы. Летом врачи отделения пересадки органов Краевой клинической больницы провели одну из сложнейших операций. Впервые в истории региональной медицины пересадили печень. По словам медиков, пациентки на Натальи Меркуловой с диагнозом цирроз оставалось жить меньше года. У нее был один шанс из тысячи, и только пересадка печени могла помочь. Полгода ушло на то, чтобы подготовить девятичасовую операцию. Не было времени на страх. Это вот как прыжок в воду. Если оттолкнулся, уже все, обратно. Никак не вернешься. Но зато сейчас я чувствую, что я вот получила настолько счастливый билет, и жизнь началась заново. Помогли одному человеку все начать заново 50 медиков. Почти вся команда хирургического отделения трансплантологии. Здравствуйте, Евгений Викторович. Мы к вам не с пустыми руками и спешим поделиться новостью, что разгадали секрет новогоднего счастья. Наш телеканал вам дарит вот такой ящик мандаринов, и надеемся, что он зарядит вас позитивным настроением на весь год. Большое спасибо. Знал бы, не покупал бы мандарины накануне. Вот мы, конечно, поделимся со всем нашим коллективом и будем вспоминать добрыми словами ваш канал. Желаю вашему каналу в следующем году реализации всех намеченных планов. Дорогие мои друзья, угощайтесь мандаринами от замечательного канала Катунь24. Много не берем. Евгений Григоров в профессии 13 лет. Пересадка печени в его медицинской практике впервые. Теперь в планах пересадка фрагмента печени больному от родственника, объясняет хирург. По такой методике в краевой клинической больнице уже проводят трансплантацию почки. В следующем году врачи возьмут еще одну вершину. Освоят пересадку сердца. Сейчас идет подготовка. То есть это тоже процесс небыстрый, к сожалению. Это тоже планомерная работа, под которую нужно заложить определенный базис и сформировать лист ожидания на пересадку сердца. И вот тоже конечным этапом мы очень надеемся, что в 17-м году кардиохирургам удастся выполнить первую трансплантацию сердца. Если все пойдет по плану, в год врачи отделения будут спасать не меньше десятка жизней. Настоящие герои, как и все, кому мы дарим мандариновое настроение. Дмитрий Бутков, Алексей Шаульский. Новости. 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 Новости